Вот сюда положите лоб. Вот так. Широко-широко откройте оба глаза и смотрите внимательно, больно не будет. Измерение внутриглазного давления – одна из процедур, которую нужно пройти в рамках диспансеризации. Это исследование проводят в 419 кабинете. Именно сюда нужно в первую очередь обратиться тем, кто решил пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье. Здесь пациенты получают обходной лист, направление на анализы и узнают расписание работы специалистов. После прохождения диспансеризации необходимо обратиться в кабинет номер 423. Провожу беседу по всем отклонениям, которые будут выявлены во время прохождения диспансеризации. Просмотрим анкету, которую, кстати, тоже в 419 кабинете выдадут пациенту. И проведу консультирование, необходимое для данного пациента. Если обнаруживаются какие-либо проблемы со здоровьем, пациента отправляют на дообследование. Проходить диспансеризацию нужно каждые три года. Делается это для того, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и назначить лечение. В медико-санитарной части ведется статистика результатов профилактического медицинского осмотра. На первом месте это болезнь эндокринной системы, 995 случаев. В первую очередь это, конечно, проблема ожирения, сахарный диабет. На втором месте это болезнь органов кровообращения. На 90% это впервые гипертоническая болезнь, то есть артериальная гипертензия. Третью позицию в списке занимают болезни мочеполовой системы. В этом году диспансеризации подлежат 10 362 жителей Заречного. Более 5000 уже прошли обследование. Сейчас количество желающих проверить здоровье уменьшилось. Сотрудники городской медсанчасти объясняют, это обычная ситуация для летних месяцев. На этот период для оптимизации расходов в поликлинике частично отказались от диспансеризации по субботам. Пока принято решение через субботу, дополнительный график, в какие субботы мы будем работать, на сайте он будет размещен. Проверить здоровье можно и в будние дни. Пациентов, которые проходят диспансеризацию, врачи принимают без очереди. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».